На протяжении этого периода, при конце минулого года, начале этого года, мы, на жаль, так и не увидели неких системных позитивных изменений в облине права человека в Беларуси. Я имею в виду на уровне законодательства, на изменения в законодательстве и на уровне правоприменительной практики. Политвязни так и застаются в турбах, 6 человек, которые находятся в местах позволения воли. А последнее вызволение, которое было не связано с заканчением термина «зневоление», скажем, вызволение именно в виду, как политическое решение в Ладу, это было вызволение кероника оборудовательного центра «Весна» Лизы Беляцкого, а после этого этот процесс своего дальнейшего развития, на жаль, не отримал. Реализация таких свободов, как правонамерные сходы, ассоциации, выказанные своего меркования, расповсюду информации, носит крайне обмежеванный характер. И нашу особливую занепокоенность увлекает то, что зараз отбывается с журналистами. Я думаю, в Азии, то ли, тиск на журналистов, наипершие, которые супрационируют с незалежными, замежными сроками массовой информации, но так само протяглая, так скажем, компания по контролю над сроками массовой информации, в принципе, то, что отбылся вот эти вот смены в законах сродках массовой информации, выпадки блокованием сайтов, и опошний выпадок в этом смысле показаний, то, что отбылось с сайтом «Куку.орг», який свидетельствует про то, что в Министерстве информации у нас следовательно выполняется функцией цензуры, перетворяется у нас в Министерство правды, и мы сами, и иншие субъекты выборчого процесса, конечно же, будут информовать гражданам в ходе выборчей кампании, на то и написать про некие макчимые порушения и так далее. И каким чином будет загрязывать на это Министерство информации, то будем мы бачить знову, что серые блокованием сайтов, будь то правовых, а не правовых, как это было на приканце года, когда просто заблоковали сайты без никаких помощников. Побачим. Ну и так само, конечно, мы заходим с того, что по передней кампании выборчей заседы свечуяли про повеличение взрыва репрессий в Украине. Мы не просто кампания по незиранию, как Олег уже сказал, а мы правооборонцы за свободные выборы, это значит, что наш правооборончий складник никуда не дзяется. И мы оцениваем, как процедуры, так и то, что отбывается под час проведения выборчих кампаний. И, конечно, когда мы будем сутыкаться с такими негативными разъявами, как превентивное затримание активистов напереды дни выборов, я уже сказал, блокование сайтов, утиск на удзельников выборчого процесса, на граждан, порушение правового граждану под час выборов, конечно, мы про все, про это будем говорить, про все мы это будем писать. Ну, когда я говорю про непорушение права граждану, то я имею в виду в этом лягу и порушение выборчих правов, то выборчих правов, наиболее, покольки мы не смотрим за выборами, такие, как Примузда в делу в терминалном голосовании граждану, которые мы не смотрели по передней выборчей кампании, и иншие некие такие изъявы. Ну, а подсумовываю, еще скажу, что да, фонд, конечно, не с приемлем для того, как проводится, сопроводит демократичные и свободные выборы. Продолжение следует...